Хорошо, и вот мы изучаем книгу, как раз мы сейчас изучаем качество памяти, и дошли мы уже до 14 урока. В 14 мы дошли принцип, то есть напоминаю, что автор этой книги говорит такую вещь, что если человек будет помнить 30 вещей, и не просто будет помнить, а сделает их частью своего мышления, то есть конкретно внедрит их в свое подсознание, внедрит их в свое мышление, а для этого два раза в день нужно их вспоминать, и я теперь понимаю, почему он сделал 30 этих вещей, потому что 30 дней в месяц. Если взять каждый день одну из вещей и с ней прожить, вот то, что он говорит, об этом надо помнить, и целый день ее повторять, 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 то оп, запомнил одну вещь, потом второй день со второй вещь, третий с третьей, месяц ты изучаешь, одну выучил, на следующий день выучил вторую, первую повторяешь, 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 первая, вторая, первая, вторая, на третий день выучил третью, повторяешь первая, вторая, третья, первая, вторая, третья, и так, если ты за месяц выучил 30 вот этих вот установок, 30 вещей, о которых он говорит, то ты как бы через эти убеждения ты присоединяешься ко Всевышнему и, значит, с ним вступаешь в очень плотный, плотнейший союз, контакт, и все будет хорошо. Говорит он так, подумай, как сердце ближнего твоего склоняется к тебе, как он любит тебя, если ты радушен с ним. И он нам напоминает отрывок из притчи царя Соломона «Как воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». «Если какой-то человек вас любит, как вы будете к нему относиться?» Он спрашивает. «Наверное, хорошо, то есть он любит, он вам старается для вас, что-то дает, то мы, конечно, таких людей, все любят этих людей». Он говорит, ну Бог же, он как сказал, он же всех любит, и он сказал, что я вас буду любить, значит, мы должны его тоже любить. А что получается? Включается часто обратный закон. Он говорит, смотри, если он тебя любит, ты же тоже должен его любить. Если ты помнишь, что он тебя любит, то тогда ты его тоже любишь. А если ты забыл, что он тебя любит, то тогда что? Тогда ты как-то находишься в какой-то другой реальности, которую ты себе установил. И что получается? Смотрите, как помнит, что Творец тебя любит? Например, встает утром человек и говорит, «Мудай анилифанэйка, малыхай векаян». Значит, «Я благодарен тебе, царь живой сущий, что вернул ты в меня душу мою, велика твоя вера в меня». А, например, кто-то встает с утра и лежит и думает, «От я не выспался». Что за жизнь? Не выспался я, опять не доспал. «Ой, как мне все уже надоело вот эта бессонница, как мне надоело вот эта вот усталость, что я проспал все, да?» И что получается? Человек, который сосредотачивается на негативных аспектах своего личного опыта, да? А ведь опыт же, он же все-таки проснулся, и у него и руки работают, и ноги работают, и глаза работают. Да, он не выспался, но он живой, он же не лежит сейчас в больнице там под капельницами и не на ковиде, да? Мне рассказывали историю, как один человек во время ковида, это как раз эпидемия была, и он попал, он был в поездке в Италии и попал в больницу без страховки медицинской. И его, значит, он лежал под искусственной вентиляцией легких, лежал он там больше двух недель. И все-таки он выкарабкался из этой болезни, Всевышний ему дал какое-то вот чудо, выздоровление, он выписывался уже, да, выздоровел. Ему дают счет, что 19 дней в палате, значит, реанимации, подключенному к искусственной вентиляции легких, там у него было по тысяче или полторы тысячи евро в день счет. Ему выходит счет, там 30 тысяч евро, да? И он, значит, говорит, вообще, вот я всю жизнь дышал и никогда не думал, что просто дышать стоит там тысяча или полторы тысячи евро в день. Это я в год надыхиваю, говорит, почти на полмиллиона евро. Только сейчас я понял ценность того, что я получаю. Раньше я это не ценил, а сейчас я понимаю, вот у меня счет, что если ты сам дышать не можешь, а тебе помогают дышать, то тогда тебе это стоит там полторы тысячи евро в день. а если человек просыпается утром и он дышит, он почему-то это воспринимает как должное. Так вот, все вот эти вот аспекты, если обращать на них внимание, то, что у тебя работает, то возникает благодарность Всевышнему, а если, а следом за благодарностью возникает любовь, потому что ты начинаешь ценить то, что он для тебя сделал. А если ты, наоборот, обращаешь внимание на негативные вещи, то ты тогда, значит, как будто бы ты недоволен создателем. И представьте ситуацию, вот, например, пришел кто-то в гости, да, пришел кто-то к ней в гости, она, значит, старалась, там ему еды приготовила, там все такое, а он такой приходит, говорит, да, вот стакан не очень чистый, да, вот пыль на столе, вот, значит, тут, конечно, дизайн, конечно, мне не очень нравится, и вот еда-то тут пересолена, тут недосолена, и начинает все критиковать. Она ему скажет, наверное, несколько добрых, хороших слов, поблагодарит за приход и попрощается. Так вот, мы точно так же, мы все время в гостях в мире Всевышнего, и человек, который недоволен миром Всевышнего, он как будто бы недоволен хозяином мира, если так можно сказать. В итоге, хозяин мира, он все равно его любит, Бог же любит всех безусловной любовью, но она-то безусловная, но справедливая, поэтому та мера, которую человек меряет, меряют ему, то есть человек сам устанавливает, он считает, что это правильно и справедливо быть недовольным. Всевышний говорит, ну, я с тобой буду по твоим меркам работать, да, если ты считаешь, что нормально так себя вести, значит, на тебе, и пошло, поехало, у него тут не ладится, там не ладится, тут не ладится, там не ладится, и все в нем замечают, что в нем тоже есть недостатки, и человек думает, что за такая вообще жизнь, еще больше недоволен, и включается вот такая вот негативная спираль, это называется, то есть человек такой, негативная спираль, у него тут не ладится, там он еще больше недоволен, а у него еще больше не ладится, и значит, вот так бывает. Это мы прошли 14-е, 15-е, пусть помнит человек всегда, что умный человек, он готовит для себя необходимое, прежде чем оно ему понадобится. Вот я, значит, получается по этому определению не очень умный, да, потому что я очень часто не готовлюсь, я думаю, обо мне там, не знаю почему, я это называю бетахоном, я уверен, что Всевышний позаботится, но часто мне там, я забываю какие-то вещи, даже в часе сел, водички, а водички нет у меня, да, я в номере как раз прибежался на год, и все, про воду забыл, надо было взять с собой бутылку воды, а у меня сейчас ее нету. То есть я вот на такие вещи не как бы не задумываюсь, а он говорит, пусть помнит человек, что человек приготовляет необходимое прежде, чем оно понадобится, но когда он это все готовит, он же не знает, доживет ли он, чтобы воспользоваться приготовленным. Кто собирается в дальний путь, как он готовит провизию на дорогу? Тем более, следует нам поступать так относительно будущего мира, который есть в дальний путь. Готова у человека провизия или нет? То есть то, что мы готовим себе на вечную жизнь, он говорит, если ты умный человек, и ты себе готовишь воду, чемодан, там, когда ты идешь в путешествие, ты там все проверяешь, так подготовься, подготовься к вечности, у тебя впереди вечная дорога, дальний путь. Он говорит, Всевышний внезапно может послать своего посланца, андива смерти, привести человека к себе, поэтому постарайся пораньше приготовить провизию в дальний путь. Заповеди, которые мы соблюдаем, Тора, которые мы изучаем, это все можно назвать пищей для души, депозит. Вот нам Дамир Партнер желает каждому сформировать большой земной и небесный депозит. Но обычно люди очень озабочены земным депозитом, да, я помню там, один у меня знакомый, он такой прям тренер по инвестированию в недвижимость, он говорит, вот, купи, значит, квартиру одну, потом сдавай, потом вторую, потом третью, там, купи, ну, в общем, целая у него система, как инвестировать в недвижимость для того, чтобы, значит, жить потом спокойно и безбедно, да, а другой мой знакомый, он инвестировал в недвижимость, да, у него где-то в Киеве сейчас квартир, наверное, ну, 30, причем он все эти квартиры в данный момент времени, он их даже сдавать не может, есть у него с этим большие проблемы, и он, имея 30 квартир, у него сейчас с деньгами огромные-огромные проблемы, у него нет, потому что он именно в недвижимость инвестировал. Мы никогда не можем здесь угадать, но, тем не менее, нормальный человек, он все равно думает о том, чтобы там, что-то откладывать, что-то вкладывать, что-то зарабатывать и так далее. Если он еще более умный, он думает, ну, все равно же я когда-нибудь уйду из этого мира, да, ну, по-любому. Так, надо как-то тоже подготовиться, и он начинает готовиться, тут он урок Торы послушал, тут он сдаку дал. когда Роншильда спросили, сколько у него денег, лет сто назад был такой один из известных Роншильдов, который очень многое давал на благотворительность, это еще было даже до появления государства Израиль, он выкупал земли в Израиле, оплачивал всем, кто хотел переезд в Израиль, там, сельскохозяйственное поселение, и когда его спрашивали, сколько у вас денег, а он был очень богатый человек, да, он говорил, я вам сейчас скажу, там, доставал какой-то блокнотик, говорил, у меня там вот такая-то сумма, мы говорили, да ладно, что вы врете у вас больше, он говорит, нет, все, что, вот эти активы, да, это все на меня записано, но, тогда еще, наверное, не было такого понятия, как санкции, да, хотя, хотя у евреев, Германии, во всей Европе, забрали все имущество, их просто ограбили и убили, да, это просто ужасная вообще вещь, когда люди, которые жили, были граждане, там, профессора, в университетах, их дети, семьи и так далее, вдруг, в какой-то момент, их объявляют вне закона, первым делом их ограбили, а потом убили, это вообще, поэтому, человек здесь не застрахован ни от чего, да, как царская Россия, то же самое, жили люди, потом пришли какие-то землю крестьянам, значит, фабрике рабочим, моря морякам, значит, и все, то есть, мы сами в Советский Союз, вот, сберкнижки, там, государственный заем, все вроде надежно, люди такие, да, надежно, надо думать о завтрашнем дне, мы думаем, думаем, оп, исчез Советский Союз, то есть, непонятно, в этом мире все очень зыбкое, а насчет того мира, люди говорят, ну, я не знаю, но в этом же мире ты тоже не знаешь, но ты же в этом мире заботишься о своем будущем, если ты умный, поэтому он говорит, пятнадцатое, помни, что нужно все время готовиться, чтобы у тебя, когда ты туда уходишь, как у Ротшильда, у него книжечка была, то, что он раздал, он говорит, это всегда со мной, дздака, это навечно со мной, дальше, шестнадцатое, пусть человек помнит, что в жизни своей, видел он людей, которые были сильнее и моложе, чем он, и жили они в великом наслаждении, но вдруг они, значит, уходили из этого мира, смерть не задерживается, прийти в любое время, и человек не властит над нею, пусть же подумает такую мысль, моя душа, это залог, который заложен у меня, это как залог от Всевышнего, он дал вот эту вот душу, она душа вошла в это тело, и интеллект это уже я, то есть, вот человек это его самоосознание, человек это его, история о себе, о своих целях, о своих правилах, о своих задачах, воспоминания, вот личность человека, это некая виртуальная такая структура, да, программа, голограмма можно назвать ее, да, потому что, где она находится, вообще непонятно, которая существует, эта голограмма, она существует в интеллекте, и когда, например, человек спит, эта голограмма вдруг отключается, самоосознание перестает работать, когда человек просыпается, у него включаются там все его истории, это я хочу, это я не хочу, это я делаю, это я не делаю, это я знаю, это мои правила, это все вот то, что можно назвать личностью, это некая информационная система знания о себе, вот эта вот душа, она как бы дается этой личности в залог, и тело дается этой личности в залог, то есть получается, что вот эта личность информационная, которая самоидентификация человека, она имеет тело в управлении, и именно эта личность решает, или тело пойдет в спортзал, или тело пойдет там покушать, в эту самую, в кафебулочную какую-нибудь. Именно эта личность решает. Или это тело будет, не знаю, в игры играть. Или это тело будет заниматься тем, что пойдет сейчас сделать несколько добрых дел. Я вот сегодня стою на молитве утром, шахарит утренняя молитва. И там есть такая, мы будем сегодня изучать на уроке с партнерами и спонсорами Вайкра. Будем изучать советы любавического Рэбе, сгулот его, да. И там практически все сгулот построены на давании дзадаки. Потому что вот это действие, когда ты даешь, оно больше всего пробуждает в духовном мире процессы, которые на тебя влияют. И я стою, думаю, вот сейчас определенный час молитвы дал в коробочку, дал, выполнен заповедь дзадака. И это выбор. То есть я, когда интеллектом вспоминаю и выполняю заповедь Всевышнего, я верю. То есть тут мы все живем в мире веры. Человек, который одевается в рваные джинсы, он верит, что это модно и красиво. А раньше люди верили, что это признак тупостей и, ну там, бедности. А сейчас люди ходят по улице в рваных джинсах и верят, что это красиво. То есть мир, он стоит на вере. Личный мир человека и общий мир людей стоит на вере людей. И это не только вера в Бога, а есть вера в моду, есть вера в спорт, есть вера там в медицину, есть вера в то, вера в это. Атеисты верят в Дарвина. То есть все живут в мире своей веры. И вот, значит, вот эта вот личность информационная, она выбирает. И вот он здесь нам пишет, да, он говорит, помни, да, в своей вот этой информационной личности, что вот этот вот ангел смерти может прийти в любое время. Твоя душа, это у тебя как драгоценный камень в залоге. И ты не знаешь, когда придет владелец, Бог, этого залога и потребует его назад. Нужно поскорее почистить заклад, чтобы вернуть его таким же чистым, как получил. Нужно об этом думать и помнить. И делать действия, которые очищают душу. Да, есть действия, которые душу, как бы, затемняют, это запрет и тора, а есть действия, которые очищают. Семнадцатое. Вот тут интересная такая вещь. Пусть подумает о весьма хорошем достоинстве. И знаете, какое-то весьма хорошее достоинство? Он говорит, удаляться от людей, когда может спастись от них и пребывать в одиночестве в своей комнате. Потому что лишь при наличии двоих совершается большинство преступлений. Например, злословие, разврат, ложь, лесть. То есть без второго участника это все невозможно. Поэтому если человек не уверен, что он удержится от злословия, от разврата, от лжи и от лести, ему лучше сидеть одному. От всего этого спасется тот, кто уединяется, потому что он не ощущает гордыни перед людьми. Тоже он спасется. Ему не перед тем гордиться. Вот если один сидит, перед тем ты будешь гордиться, когда ты один. И не слышит их насмешек. Его никто при этом не обидит. А когда он вместе с ними, то тогда он попадает в сложные взаимоотношения. Почему? Например, вот перед вами злодей. Он делает какое-то зло. Теперь Пинхас был такой персонаж в Торе, который взял в руку копье и убил Зимри и Козби. Это сейчас будет скоро в ближайшие недельные главы. Глава Пинхас там рассказывается об этом. Мушер Абейну, когда он злодей увидел, как он бил ближнего своего, он говорит, зачем ты бьешь ближнего своего? Вмешался. Царь Давид, он вообще, когда даже он увидел Галиата, который позорил бога Израиля, он говорит, я этого сейчас Галиата убью. Ему говорят, куда? Посмотри, тут все стоят боятся, он там под три метра ростом, машина такая, да, с копьем вот такой толщины. Давид говорит, не, я не могу потерпеть, когда он бога позорит. Значит, схватил эту пращу, кинул и, значит, ему голову отрезал. Получается, если ты видишь, как кто-то делает зло, и ты не вмешиваешься, то, возможно, здесь уже есть какая-то проблема в этом, да, например. Поэтому автор говорит этой книге, он говорит, когда ты один, ты снимаешь с себя все это наказание и спасаешься от ноги грехов. Но, он пишет, но тогда ты лишаешь себя и общения с благочестивыми мудрецами. И, а тут наоборот, мы учили в Мишле, в притчах царя Соломона, что кто идет к мудрецам, тот будет мудрец. Вот мы сейчас все общаемся с автором этой книги, который был один из мудрейших людей за последние тысячи лет, и он скрыл свое имя, чтобы специально в скромности, чтобы не уменьшать свою заслугу. То есть, тысячу лет люди изучают книгу о человеческих достоинствах, становятся умнее, лучше, исправляют себя, да. То есть, мы сейчас с ним реально общаемся. Когда он приводит слова царя Соломона, мы общаемся с царем Соломоном, потому что, если сесть с книгой и вдуматься, вот царь Соломон в притчах, он сказал там, слушай, сын, шмабни мусаравиха, слушай, сын, наставление отца твоего, вальте то, что рад им эхо, не отступай от Торы, от учения мамы твоей. Здесь папа и мама – это Всевышние. Царь Соломон, он слушался Бога, поэтому он был мудрейший из людей. Когда мы слушаем царя Соломона, мы становимся как будто бы его сыновья, которые слушают своего отца, и которые, если мы услышали, поняли, запомнили и начали делать, то можно стать как будто бы мы сыновья воспитанники, царя Соломона. А если дальше пойти, то прямо Всевышнего. То есть, сын Всевышнего – это не тот, который кричит «Отче нас», или который говорит, знаете, есть такие, они Бога называют. Ну, они как бы папочка говорят. Но это как бы, мне кажется, чуть-чуть неуважительно все-таки. Это Бог, Творец Мироздания, папочка, ну, вроде это любовь выражает, но как-то звучит легкомысленно с моей точки зрения. Но именно Творец Мироздания, Всесильный, Всевышний, Создатель, который говорит нам, что делать. Если мы его слушаемся, то можно внутренне себя считать, что как будто бы сыну Бога, тот, кто делает, выполняет его заповеди. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Чтобы было благословение во всех хороших делах. Смотрите уроки, делитесь уроками. Есть на сайте Вайкра и в Ютьюбе, на канале есть цикл уроков, уроки про благодарность. Рекомендую, ну, лучший цикл, который только был в моей жизни, по воздействию и по изменению в жизни. Это самый сильный для меня был такой, с момента, как я стал религиозным и до сегодняшнего дня, самый сильный импакт влияния оказал на меня вот этот цикл на эмоциональном уровне. На интеллектуальном есть, мы проходили Мишли где-то два раза, притчи царя Соломона. Это именно практические правила жизни. Экклезиаст, это практические правила, философия жизни. Когда начинаешь смотреть на мир и на себя, и на события с точки зрения Торы, это лучшая операционная система, которая существует уже 3325 лет. Получил ее Маши Робейну на горе Синай. И которая доказала свою эффективность и силу, потому что еврейский народ все 3325 лет прошел через невероятные сложные моменты и остался таким же живым, сильным, ярким, как и был только благодаря Торе. Потому что как только еврей уходит от Торы, он исчезает, его семья исчезает. То есть евреи без Торы моментально исчезают. А те, кто принимают Тору, становятся евреями. То есть еврея делает Тора. Как сказал царь Соломон, Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. А тот, кто ее поддерживает, счастлив. Поэтому те, кто поддерживает Тору, распространение Торы, они держатся за древо жизни. И кто ее поддерживает, будет счастлив.